Официальный партнер программы, сеть магазинов и гипермаркетов, все для дома. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Давно наша программа не была в гостях в Кабанском районе. Такая возможность нам предсталась благодаря приглашению показать свой участок сразу от двух семей. Это семья Носковых и семья Эфимов со станции Темлюй. Я надеюсь, что вам их опыт во многом понравится. Мне, по крайней мере, уже понравился в значительной степени. Итак, посмотрим вместе, что это за участок и какие технологии здесь применяются. Итак, уважаемые телезрители, познакомьтесь. Валерий Эфимов, автор многих изобретений на этом участке. Конечно, совместно со своими, с тестем это все он сделал, но идея, так понимаю, исходит от него. И одно из них – это выращивание овощей вот именно под пленкой. Пожалуйста, подробнее об этом. Когда пришла в голову мысль выращивать овощи разные виды, именно под мульчепленкой? Ну, тут, как бы, один произошел такой год, когда выкопали много лука и чеснока. Так. Ну, и некуда было его девать, решили сделать реализацию. Ну, чеснок начал, лук начал очень быстро портиться, ну, его быстро реализовали, ну, все. И тут пришла весна, ну, и это чеснок, кстати, азимой. Пришла весна, его, как бы, остатки остались, что-то не посадили, решили его продать. И приняли такое решение, давайте будем сажать чеснок. Ну, на продажу, потому что он долго хранится, его реализовывать интересно, ну, и прочее. Но, первое, тут же родилось первое техзадание, давайте сделаем так, чтобы мы со шлангом не бегали по огороду. Ну, тут я порыл интернет и нашел, вроде, капельный полив мы посадили. Как бы, все вообще было отлично, да, определенное время. Вначале капельный полив, а потом пленку сделали. Да, сначала капельный полив, но я вот и говорю, почему так получилось. И тут вот произошло неимоверное, тут просто было, как это, Исаковский собор в Санкт-Петербурге. Начиная с одной грядки, сначала мы ее шли, пололи, пололи, пололи. Когда грядка заканчивалась, прополка, мы возвращались и шли в начало опять. То есть, так же, как в Петербурге, там каждый раз по кругу реставрируют. Но, в итоге, возникло второе техзадание. Надо сделать так, чтобы мы больше это не пололи, вот такими методами. Ну, и я, как бы, опять порыл интернет, китайские, корейские технологии, нашел, посмотрел, придумал, как эти отверстия сделать. И мы посадили его в чеснок в пленку, в зиму, и, как бы, вот, после этого он пошел. Так, вот, сейчас что мы видим? Он созревает, да? Это зима чеснок, он уже все. Да, сорт откуда пришел? Сорт пришел из Ларинского района Иркутской области. С Иркутской области. Да, он выращивает, да? Ну, тоже от родственников. Так, посадка здесь когда была? Посадка была, так, где-то... В сентябре, наверное, да? Да, в сентябре, в конце. В конце сентября. Вот, подсказы 20 сентября. Значит, посадили, посадили, а отверстия в этой пленке... Уже были. А, то есть... Садили сквозь отверстия. Сквозь отверстия. Сквозь отверстия сажали. Но сразу возникает вопрос у телезрителей, и у меня тоже, а пленка-то где такая производится? Она наша или китайская? Пленка наша, российская. Покупал я, это тоже была целая история, я долго искал поставщика, то не такого качества, то не такого размера, то высокая цена, то невозможность доставки. Но в итоге, покупая в Москве, несколькими рулонами там, ну и производил отверстия, и потом уже накрывал грядки. Так, вот отверстия, они были сделаны каким-то этим инструментом или что? Да, это специальный был станок, я для этого изготовил станок и просекал. Посмотрим, здесь какое расстояние. Получается двухстрочный посев? Да, двухстрочный посев. Потом междурядие примерно 15 сантиметров. И снова две строчки. И снова две строчки через 8. 8 на 8, 15, 8 на 8, 15. Но он желтеть-то начал почему сейчас? Потому что все уже вызрел. Ну, пожалуйста, покажи, какой вырос чеснок зимой. Ну, мы обычно в это время уже, даже его и не было на грядах. Мы его чаще всего уже давно собирали. То есть это сейчас еще он перестоял из-за того, что времени нет им заняться. Ну что, очень крупный чеснок. По качеству как? По фитонцидам-то он? Горький? Ох, ну он жгучий такой чеснок. Жгучий, да? Жгучий. А хранится где у вас? Просто в подвале. Подвале, да? Просто в подвале. При плюсовой температуре, да? При плюсовой температуре. Очень хорошо переживает хранение. В этом году даже был случай, что он дохранился до того. Вот сейчас вот буквально недели две назад мы съели крайнюю луковицу. Вопрос интересующий многие. А как он зимует? Ведь для этого ему нужно достаточно снега? Ну, снега как бы бывает по-разному. Бывает иногда полметра, иногда 10 сантиметров. То есть тут непредсказуемо. Вы дополнительно чем-то укрываете? Ну, укрываем. Есть такой материал здесь, в Тимлюи, шиферный завод. Тут у них шиферного материала много. Ну, что-то в производстве он как-то использовался когда-то. Ткань, да? Ткань, да, какая-то определенная. То есть вы закрываете, а потом снег еще сверху падает, да? Да. Никогда не вымерзал? Нет, бывает вымерзает. Процентов до 30 вымерзает. Такие случаи бывали. Но я говорю, что это самое, не всегда, не всегда как бы укрываем, ну, то, что укрываем, оно как бы это самое, сохраняет. Ну, и не всегда, не укрывая, тоже он может сохраниться. Тут почему-то, ну, непредсказуемая ситуация. Хорошо, это чеснок. Давай посмотрим, как были другие культуры. Ну, вот, у нас здесь вот получается, соответственно, дальше пойдем, ну, вот, чеснок. Вот это вот был. Теперь вот у нас здесь также растет пленки лук. Ну, это мы сивком брали. Не всегда посадочный материал хороший. Сорт? Сорт Штутгарт-Тризен. По-моему, да, это он тут. И, как бы, вот, посадили еще поздно. Посажено где-то, чуть ли не в десятых числах, июня. А если посадить 20 мая? Ну, наверное, да, он, скорее всего, будет выглядеть лучше, потому что в пленке он... Ну, сейчас, первое зеленое, еще налив идет. Значит, преимущество вот этой пленки сразу давайте вот покажем. Ну, вот, допустим, на луке это вызревает он раньше. Это отмечено, да? Да, это по-любому на две недели, потому что мы вот спорили с Владимиром Корнеевичем, он тут деревенский житель сказал, ты не знаешь, как садить, я все знаю. И мы посадили в пленки и без пленки. Во-первых, масса была больше, прирост был раньше, то есть мы тот же чеснок на две недели раньше можем уже убирать, лук раньше, ну, и разной культурой. Так, то есть ускоряется агитационный период, да? Да, ускоряется. Второе, по поливу. По поливу мы не поливаем, это второе техзадание. Это капельная система? Не ходить, да, капельная система полива, не ходить со шлангами, мы ничего не поливаем. И третье сорняки? И муха. А, еще защита от луковой мухи? Да, луковой мухи нету. Абсолютно. Я уже в последние дни встречаю. Ну и по сорнякам что-то приходится? Ну, сорняками очень редко приходится пропалывать, ну, часа, часа полтора за вегетационный период. Ну, вот если такие крупные сорняки, да, попали, например, они в отверстие, да? Да, бывают, в отверстие они выходят. А междуряди у вас чистые. Да, ну и пропалка занимает очень мало времени. Ну и здесь также междуряди 20 сантиметров. Да, вся та же схема чесночная. Или по чесноку. И здесь 10 двухсрочный. Двухсрочный, 8 на 8 и 15 междуряди. Ну, то есть, это уже опробованная схема, было у нас реже, мы пробовали реже, но не увеличились урожаи, и поэтому решили к этой схеме подойти и уже не использовать. Ну, а сейчас посмотрим, как выглядит лук экзибишен. Самое главное, я на вашем участке, я давно не видел, как выглядит лук порей. Здесь у нас растет лук экзибишен, посадили рассадой, и лук порей. Срок посадки рассады тоже был? Тоже был поздний. В июне в начале? В июне, да, если числа тоже 10-го. Но посадили под ленку под этой же схемой, да? Да, в пленке уже отверстия, капельный полив вставленный, и мы просто в эти отверстия высаживаем рассаду. А в прошлом году вы вовремя высадили? Да, в прошлом году у нас было пораньше, хотя лето было в прошлом году холодное, плохое, но высадили раньше. И луковицы сколько размер набрали? 520 грамм. 520, самый большой. 520 грамм. В этом году будет меньше, да? Ну, да. Именно из-за поздней такая срока? Из-за поздней, просто вот некогда. Ну, с экзибишеном все понятно, да? А вот лук-порей очень редкий, гость на нашем участке, ну, покажи, как выглядит хоть нашим передвижителем. Ну, и для чего вы его выращиваете? Лук-порей, на самом деле, я его давно выращиваю. Так. Он тоже еще дойдет ему, еще целый месяц, в принципе, это позднеспелое растение. Вот. Нравится мне вкус его, вкус лука-порея, потому что он ароматный такой, сильный. Так вы не что, вы его в салаты вешаете? В основном в готовку. Зимой? Да, приготовлюем. То есть, вот, допустим, яичницу зажарить. Вот существует такое вот китайское, как бы это сказать... Блюдо? Нет, не блюдо, а китайское поверье, как бы овощи, фрукты и мясо там и прочие культуры, они сочетаются с тем, что на что похоже. И вот, допустим, скажем, вот если сейчас взять лук-порей, да? На что он похож? Сейчас увидите. И срез лука-порей, вот сейчас смотрите, на что вот он похож? Сложно сказать? На яйцо, на глазунью. На глазуне. Белое и посередине желтое. И вот это идеальное сочетание... Омлет или глазуня, да? Да, зажаренное вот прямо на луке. Это просто... Обычного лука, да? Запах лука, но он немножко ароматнее, такой более земляной. Здесь больше квадратного метра выращивать, это вам достаточно? Это достаточно, его еще можно замораживать, мы его замораживаем. То есть в замороженном виде хранить, он не теряет свои качества? Нет, при этом, что его нельзя размораживать, просто заморозили и только перед приготовлением строго разморозили. Выращиваем рассадой тоже, да? Да, выращиваем рассадой. А сорт? А сорт был голландский. Сейчас сложно сказать. Ну, в общем, голландский был парень. Голландский, да. Сейчас не вспомню, Коламбус, по-моему. А, Коламбус, есть такое название, да? Да, это был Коламбус. Вообще, мы больше приверженцы все-таки каких-то импортных семян. Почему? Потому что, ну, не знаю, может быть, это звучит как-то не патриотично, но голландцы все-таки преуспели. Но они лидеры по овощеводству, да, чуть-чуть не в мире. Да, и семена надежные, надежные у них получается. Это самый результат. Но лук и чеснок мы показали телезрителям, и всем все понятно. Можно выращивать. А вот чтобы редис выращивать под пленки, это что-то вообще новое, фантастическое. Ну, пожалуйста, как выглядит этот редис? Ну, вот это редис сорт черриет, японский, не голландский, на этот раз. И как бы он вот сейчас, вот можешь заметить, но есть, конечно, зацвели, но еще не зацвел. Ну, вот сейчас его сорвем. Это будет просто гигант. Так это редис или японская редька? Это редис. Я такого редиса еще не видел. При этом, при этом сам редис, да, вот сейчас. А он не дряблый? Он не дряблый. Он самое удивительное в этом сорте, то, что даже если он цветет, он не это самое, а нет. Здесь немножко постарел, да? Да, они бывают разные. Но есть экземпляры, где, значит, качественные, да? До такого размера почти вырастают. До такого размера, но он... Ну, даже этот можно использовать в пищу. Ну, этот можно, да. Ну, давай другой посмотрим. Давай посмотрим. Здесь посев не рассады, конечно, с семенами, да? Да. С семенами, да? Вот. Ну, другой вид, да? Нет, это он же самый, но просто-напросто он получается вот он сейчас вот не горький, не волокнистый, сочный. Да. Просто пустые, но, вы знаете, всегда бывает такое, что один или два из общего посева выделяется. Так что это... А вот если под эту пленку посеять, наш единственный отечественный будет расти? Нет, конечно, расти будет любой. Я как бы не пробовал, сложно сказать. Ну, просто привыкли мы к нему. Хорошо. Потому что он сладкий. Ну, а сейчас посмотрим, как выглядит морковь и свекла под пленкой. Так, ну, тут у нас свекла и морковь, ну, борщевой набор на этой грядке растет. Как бы дети тут уже подъели немножко, они тут у бабушки живут все лето. Ну, здесь строчки другие, я заметил. Во-первых, схема три строки, да? Три, да, уже здесь три. Четыре на восемь. Четыре на восемь. Затем междуряди? Междуряди пятнадцать. И дальше опять, да? Да, и дальше опять. Это для моркови? Это для моркови. Сорт, кстати, какой? Сорт каротан. Ну, заявлено, что один из самых сладких сортов голландского производителя. И как бы, ну, в принципе, у нас здесь морковь плохо хранится. Мы ее только на заготовке, и так в начале сезона используем. Ну, почему? Потому что почвы глинистые, наверное, да, из-за этого? Ну, сложно сказать. А свекла, это же растение, у которого нужна большая площадь питания. Там через сколько отверстий? Так, здесь у нас получается 35 на 35. Специально сделано, да? А, ну, у меня... Инструментом тоже? Да, это же сделано. Не, это инструментом сделано. На этом же станке один тот же станок используется. Можно по-разному. Я меняю схему и переделываю, то есть. И по одному семечку, да, в каждой? Да, по одному. Еще иногда порежут, почему-то свекла сходит там же не одним, а... Это сорт? Сорт монти. Монти, да? Тоже голландский производитель. Голландский. Ну, выглядит превосходно, но уже крайне плоды начали. Она тоже очень поздно взошла. Все вот это у нас взошло в середине июня. Славные дети, наверное, морковку уже поели, да? Вот они стоят. Вкусная морковка, да? Она подтверждает, да? Но сладкая морковь, она, как известно, очень долго не хранится. Это тоже вопрос. Надо, может быть, попробовать здесь и по вашей технологии, вот здесь вот, попробовать, ну, например, Калгари, Самсон. То есть, беевские сорта с коническим корнеподом, которые хранятся гораздо дольше. Ну, и здесь также под пленкой выращиваются другие овощи. Кабачок? Вообще все выращиваем. Абсолютно. Практически все, да. Даже и, вон, и кабачок, и... И горох. И горох. И редис там уже съели. Перец. Перец мы сажали в пленке, но для него нужна большая грядка, чтобы в пленку растянуть. И в итоге сейчас пока вот маленькую грядку сформировали, сделали бонтик. А огурец? Огурец тоже нет, потому что у нас, ну, огурца хватает. Мы его и в теплице выращиваем, это на засолку было, он уже отошел, все, собрали, засолили. Ну, получается, стандартная ширина пленки сколько? Три метра. Три метра? Три метра. То есть можно сделать гряду... Три или полтора метра. Два восемьдесят где-то, да? А, два... Два семьдесят, да. Два семьдесят и метр тридцать пять, да? И метр тридцать пять, да. Пополам есть, да? Пополам тоже можно, да. Ну, а пленка одноразовая? Ну, выходит так, что одноразовая, но тут, как бы, теоретически можно выкопать и использовать на второй год. Ну, у меня вопрос, телезрители тоже. А экономически выгодно покупать эту пленку, с ней много работы? Может, просто на грядках выращивать? Считал как-нибудь? Ну, экономически выгодно, не выгодно. В принципе, выгодно в том плане, что, когда очень много работы, у нас же тут еще корову есть. А, да, да, у вас сорняки не полоть. Сорняки не полоть, поливать реже, с лейкой бегать не надо. То есть мы сокращаем время, увеличим свое свободное время, тратим его на что-либо другое. И урожай получаете? И урожай получаем раньше, то есть мы не торопимся. Посадили в июне, ну и ладно, оно все равно вырастет. Ну, а на вашем участке неплохо выглядит томат в теплице. Об этом нам расскажет Наталья Никитична. Наталья Никитична. Давно, уважаемые телезрители, не бывало в таком помидорном раю. Посмотрите, сколько растений, все в плодах, и краснеют они. Наталья Никитична, ну, скажите, пожалуйста, какие тут сорта гибриды выращиваете? Гибриды мы выращиваем в основном голландские. Биг Биф, Санрайз. И третий сорт я как-то призабыла. Ну, даже этого достаточно. Вот это, например, какое? Вообще, это сорт у нас Санрайз. Солнечные, да? Да, солнечные. Очень сладкие. И чем еще хорошо, что мы, этот, как сказать, помидоры поливаем капельным поливом. Так, вот я об этом и хотел сказать. Значит, у вас система капельного полива по всей теплице, да? Да, по всей теплице сделана. А сколько лет она уже не занимает? Знаете, мы четвертый год поливаем. А до этого? А до этого просто поливали шлангом. Угу. Теплой водой. И были проблемы, да? Были проблемы в чем? Много травы, во-первых, растет. Во-вторых, нету сладостей у помидор. И такого не было, как сказать, урожая большого. То есть выгода от этих капельных семей очевидна? От капельных очевидна. Чем, что помидоры... И даже вкус лучше. Вкус лучше, вкус сладкий очень у помидор. И большой, как говорится, урожай у нас получается. Но самое главное, все зависит от сорта. То, что голландский гибрид. Срок посадки? Срок посадки в этом году мы посадили очень поздно. Посадили уже 25-26 мая. И поэтому помидоры были небольшие, даже не цвели у нас они, эти помидоры. И вот тут такой у нас урожай. Раньше садили, раньше переросшие. Но тут, наверное, больше 10 ведер можно собрать урожай. Ну, что вы говорите, 10 ведер. Уж 5 ведер или 6 ведер мы собрали. Уже собрали. Уже собрали красных. Мы зеленые даже не собираем, мы только собираем красные. Ну, сразу вопрос, зачем вам столько помидоров? Любите их? Так, ну, как сказать, любим. У нас, как сказать, у меня есть родственники, я, значит, родственникам угощаю. А потом идут на продажу. Люди покупают, любят, нравятся. И потом мою продукцию уже знают на станции. И обязательно просят ее, потому что помидоры сладкие и вкусные. Значит, капельную систему вы уже внедрили. А вот дальше вот эту подвязку надо видеть, да? Да, да. И саму теплицу, возможно, придется поменять поликарбонат. Да. Теплица свою уже, можно сказать, изжила. Отработала, да? Ей уже более 10 лет. Поэтому, значит, мы на следующий год планируем большую теплицу построить, сделать более актуальные вот эти вот все подвязки. Хотя они у нас, это, как сказать, очень скромные, сейчас сделаны из веревки. Но сейчас новые, как идут, у нас уже технологии идут. И поэтому, ну, единственное, что я хочу пожелать, значит, телезрителям, что если есть возможность, делайте капельный полив. Чем удобно? Не поливать, не надо не добавить. Кстати, поливается у вас автоматически? Автоматически включая, можем на ночь включить, как говорится, оно поливается. И вот этой водой поливаем только теплой. С колодцем и водой. Ну, об этом, я думаю, о поливе мы еще покажем ваш пункт, поговорим. Да, да. Ну что ж, поздравляю, результат очень хороший. Сохраняйте витамины, ведь они необходимы. Сезон заготовок в магазинах «Все для дома». Крышки от 2 рублей 90 копеек. Банки пол-литра от 17 рублей. Кастрюля 9 литров 899 рублей. «Все для дома», «Все для жизни». Цены действительны до 4 сентября. Только в Садем. В продаже луковичные от 45 рублей. Лук декоративный от 30 рублей. Пионы от 529 рублей. Тюльпаны от 45 рублей. «Все для сада и огорода» на нашем сайте sademrb.ru Итак, Валерий, значит, на капельной системе у вас тут весь огород практически и теплица. А это пункт, как ты его называешь? Ну, это просто накопительная емкость. В течение дня она нагревается, эти все нежные культуры мы поливаем теплую воду. Она включает насос. Когда бочка заполняется, она его включает. Так, вода у нас откуда берется? В колодце. Вода берется с колодца. В колодце по главной магистрали подается в систему. Систему. И там накапливается. Здесь открываются краны и пошла раздача. Культуры как поливаются? Разные культуры по-разному? Режим поливания? Мы что-то не углублялись. Решили, что открыли, бочка вылилась, допустим, на 5 грядок. И уже этого достаточно. То есть не полностью автоматически еще пока? Программа нет? Мы об этом не думаем. Это, в принципе, очень просто. Со временем можно сделать? Мы стараемся. Можно сделать, но мы стараемся все равно делать просто. То есть ничего, чтобы не ломалось вообще. То есть меньше... Вода может забивать капельницы? Может. А здесь у вас как проблема решается? Зачем? Ну, фильтр фильтрует грубые всякие примеси. Мы его закрываем, чтобы он не зацвел. Потому что зеленью он сразу быстро покрывается этими одноклеточными водорослями. Но вот эта система или пункт, назовем, он дорогостоящий, нет она? Нет, это все в обычных сантехнических магазинах покупается, приобретается. Там Алиэкспресс. И все это собирается. Работает уже сколько лет? Работает. Вот эту бочку уже... Ее только переставляли, однако, три или четыре раза по огороду. Бочка понятна. А вот сама система? А сама система... Недрена когда? Ну да, наверное, так же где-то четыре года назад, когда начали внедрять полностью капельный полив. Ну, я думаю, что у тебя еще мысли есть, наверное, как ее усовершенствовать, да? Со временем. На самом деле, я все-таки противник всех этих сложных усовершенствований. Чем проще, тем лучше. Потому что все-таки эксплуатантами является местное население, и для них все сложности. Тут-то и так уже три-четыре крана лишних, они уже путаются у них. Ну и как бы... Ну что ж, понятно. Для них будет все тяжело. Ну а сейчас, уважаемые телезрители, мы вам покажем то, что я не видел никогда. Это большие салатные грядки. А что на них посеяно, для чего это выращивается, ну опять же нам расскажет Валерий. Итак, первый вопрос. Что за такая страсть к салатам, Валерий? Да это опять все случайно, так произошло. После того, как посадили первый год чеснок, он начал мельчать, потому что посадили опять на это же место чеснок. Ну, я там почитал литературу, оказывается, нужно все в оборот. Но принято было решение, что после чеснока надо садить что-то типа зелени. Ну, я говорю, ну давайте будем садить салат. Как бы вроде бы, ну, нормальное растение, нам пригодное, все. Посадили по плане вот именно вот этого сорта Лола Роса, который мы угадали, он сразу с первого дня у нас пошел. Именно он. И я уже пробовал разные. Вот это самый случайный галат. Это листовой салат? Листовой салат. Лола Роса, да? Лола Роса, да. Это тоже голландского производителя, потому что схожесть почти 100%. А рядом какой салат? Рядом у нас ромэн салат. Тоже листовой или качанный? Этот листовой салат. А тот салат у нас получается айсберг, он качанный. Ну, кажется, уж мы говорим о салатах. Еще какие виды салатов, сорта здесь выращивают? Вот здесь мы еще выращиваем дуболистный салат. Ну, соответственно, вот основное здесь три вида. Три сорта? Три сорта, да. Лола Блонда, ромэн и дуболистный красный. Дуболистный красный тоже рождался в муках. За четыре года я перебрал все виды цветного салата, и ромэна, и лола Роса, и там. Ну, и каких только не было. И они или горчили, или портились уже, когда срезаешь с грядки прямо тут же на глазах. Вопрос, который возник у всех телезрителей. А зачем столько салата для вашей семьи? И для ваших родственников тоже? Или у вас так много родственников? Вопрос даже неправильный. Зачем столько много, потому что его уже столько нету много, сколько здесь было. Ну, а сколько его было в сотках? Было в сотках где-то около 20 соток. 20 соток сплошного салата? Да. Трех вот этих сортов, да? Трех сортов, 20 соток. Ну, мы, получается, Наталья Кичина у нас оформилась как... Спасибо нашему президенту, как... Самозанятый. Самозанятый, да. И, получается, они выращивают, я увожу в город, ну, и договариваюсь с реализацией. Вы определенный бизнес, да, на салате делаете? Ну, да, потому что... Ну, они деревне тяжело найти работу, они работают. Ну, и как народ берет? Ну, народ берет. И большое количество, порядка около тонны, в наши сетевые магазины в этом городе от нас поступило. Я был в Голландии и видел вот эту красоту там гектарную, поэтому это мини-Голландия или Голландия в миниатюре. Ну, давай срежем, покажем, как выглядит готовое товарное растение салата. Это лолороса, да? Да, но он еще даже маленький, скажем. Еще? Еще маленький. Вот производитель, который сделал эти семена, создал, или как сказать... Вывел сорт. Вывел сорт, да. Он заявляет 700-900 грамм, размер, вес этого растения доходит до 1400. То есть в два раза больше, чем минимально заявленное. То есть... Ну, это, можно сказать, маленький, он считается у нас, как он еще не дошел. Вот и так, пленки. Да, все так же. Пленка. Это вот лолороса получается. Товарная, да? Да. Это на семью сколько человек можно салатать? Ну, я родственникам отдал еще три недели назад. Они мне в прошлые выходные позвонили, сказали, у нас он закончился. Закончился, но хранить-то можно долго. Да, в холодильнике мы уже три недели прохранимся. Это листовой, да, салат? Это вот листовое. А кочаный салат у вас вот здесь? Качаный дальше. Это еще совсем маленький, но вот этот вот, это уже ромен. Отдельный вид. Мы срежем, посмотрим. Да. Он чем-то напоминает пекинскую капусту, но салат на самом деле мне больше вот этот нравится. Тоже листовой? Листовой, да. Вид у него не особо презентабельный, как бы не такой шикарный, такой весь витой, лист гладкий, но он исключительный вкус салата и при этом отсутствие полностью, отсутствие горечи. Не знаю, нашими потребителями он как бы не очень востребован в Бурятии, но в Европе, вот где я заказываю семена, допустим, в той европейской части России, они говорят, вот этот кудрявый салат только одни заказывайте. Я думаю, что у нас люди со временем тоже поймут ценность этих салатов и потребление увеличится. По крайней мере, я об этом тоже в своих программах говорю, что хотя бы минимально салатную грядку надо иметь, а у вас тут целая салатная плантация. Кроме этого, вы еще укроп тут выращиваете, я так понял, да? Да, там укроп, кинза и шпинат. Ну, а вот это, такого бордового цвета, это что за растение? Давайте посмотрим. Да, давайте пройдем сейчас. Так, ну вот тут как раз этот самый дуболистный салат есть, он очень красивый, помимо того, что он ярко-фиолетовый, можно сказать, такой, во-первых, сам по себе лист у него похож реально на лист дубка, во-первых, он вот так вот. А внутри он зеленый? А внутри он ярко-зеленый, и вот как бы каждый листик похож на дубок, и вкусовое качество просто отличное. Вот дубки те же самые, ну, то есть это то, что он сверху такой бордовый, да? Это еще ничего не значит, да, ничего не говорят, а он вот такой, да? Да, то есть и вот, ну и вот этот качаный салат. Качаный салат Айсберг, он тоже очень популярный на Западе, этот салат, допустим, чем он хорош? Горечь отсутствует полностью. Салат, вкус у него тоже насыщенный, отличный. Но опять в нашем регионе удаленном все думают, что это капуста. Незозрелая, да? Ну и потом, а вообще это все используется в сетевых, ну, точках вот этих вот, скажем, которые у нас бургерные там и прочие. Они используют вот именно его, потому что... Заворачивают, да? Не заворачивают, укладывают на бутерброды. А, укладывают бутерброды? Да, потому что... То есть, там и прочее, да, вот они тоже, да? Они именно его используют. Почему? Потому что... Он не горький. Он не горький, он вкусный. И при термической обработке, то есть под горячую котлету или еще что-то, он не вянет. Он похож на салат, а не просто становится какой-то вялой тряпочкой. Скажи мне, пожалуйста, вот эти по качеству, по химическому составу эти салаты, карта, они чем отличаются? Или у них общая основа, так сказать? Все они полезны одинаково? Да. Или есть какая-то специфика? Я считаю, что вся зелень полезна. Вся полезна, да? Я не выделяю среди полезных. Хорошо, а там я заметил, у вас молодые растения отдельно посаженные, да? Это для чего? Это уже вот сентябрьская посадка, то есть должны собирать в сентябре. Вот в то время уже в Улан-Удэ заканчивается, как бы, производство всего салата в целом. Но у нас еще существует возможность, до 20 сентября мы еще выдаем урожай, ну и как бы, теоретически, продлеваем поступление вот этого хорошего. Вот мы здесь, заметьте, не используем никаких удобрений, мы не используем никаких ядов против вредителей. Допустим, мои заказчики, даже, честно говоря, рады, увидев гусеницу в салате, ну, может быть, это как-то плохо. Но они говорят, слава богу, что ты ее не травишь, потому что зимой мы покупаем китайский салат, узбекистанский, там прямо гранулами вот эти вот, отрава для вот этих вот насекомых. Значит, в конце сентября, это последний срок уборки, да, салата? Или 20 сентября? 20 сентября примерно, 15-20. До следующего года. До следующего года. У вас уже готова почва, да, в последующей посадке? Да, она уже под поры, на зиму остается почва. Ну, что я могу сказать, уважаемые телезрители, мне кажется, присвоить имя Валерию надо, солдатный король Байкальского региона. Он этого явно заслуживает. Спасибо. Спасибо, что ты занялся этой темой. Владимир Корнеевич, вот в вашей семье, наверное, четкое распределение обязанностей, да? За картофель кто отвечает, вы? Да, я отвечаю за картошку, потому что я выращиваю с детства, только начал расти. Любимая культура, наверное, да? Да, ну, как говорится, это второй хлеб у нас. Ну, вот я, как картофелеот, значит, хочу сказать, выглядит превосходно. Причем полосами видно, что у вас разные сорта. Вот вы нам подкопали, это какой сорт? Это галанка. Это местная, как бы, да? Да, местная галанка я выращивала давно уже, так она у вас хорошо родится. И ботва, видите, как это... Ботва здоровая, чистая. Так, а рядом две полосы, это... Это королева Анна, вот эта вот... Которая цветет, да? Да, которая цветет и память, как это... Рогачева. Рогачева. Это впервые выращивали, да? Да, первые пробные. Взять привез. Как? Взять привез, говорю. Да, привез. Материал здесь, из города, да? Из города привез, вот мы попробовали, преэкспонтируй, какая. Ну, все равно картошка, она вырождается, ее надо менять. Согласен с вами, но всегда так выглядит у вас превосходно ботва? Да. Это второе заняты, я гляжу, каких заберетов. У нас картошка, она рождается всегда. Ну, чтобы не было такого года, чтобы... А в чем секрет? А в чем секрет? Ну, что тут секрет-то был? Ну, наверное... Мы в осени перепахиваем, все это убираем, перепахиваем. А для чего это я делаю? Хочешь, чтобы поднимается. Снега у нас много. Это все заметает, и она хорошо, это, в рыхлую почву впитывается, влагу. Вы с осени добавляете перегной сюда? Да, с осени добавляю, все это, перепахиваю, и все, какие сорняки маленькие, тоже погибает. То сколько соток посадки-то? Ну, здесь примерно 20 соток, наверное, есть. 20 соток, тут тонны ботвы. Вы как потом ее используете? Как? Так, я ее сталкиваю кучу тракторов, вот там забор, делаю компостные, ну, компост и перегниваю туда тоже, и навозы добавляю. За сколько лет перегнивает? 3-4 года, и все, потом... И затем снова возвращаетесь сюда? Потом возвращаясь сюда, я ботву, это, как в обычные люди, сжигаете, а я и не сжигаю. Никогда не сжигаете? Никогда, я опять в дело, да? Опять в дело, да? Да, она и делась, как говорится. Ну, и в этом году свежие картофель уже попробовали? Да, попробовали, вот как на вкус. Хорошая, сладкая, сладкая, ну, во-первых, начинает сладко, как это, как парковка. Надеюсь, мы сейчас тоже попробуем. Итак, уважаемые телезрители, мы совершили небольшую экскурсию по этому огромному участку. Почему я говорю огромному? Потому что площадь его... Гектар. Целый гектар. Это в собственности у вас, да? Да. Это не по дальневосточному гектару вы получили? Нет, это все наше, как говорится. Вы коренной житель темнее? Да, я здесь родился, крестился, все, и вырос здесь. И женился тоже здесь? Да, и женился. Ваша супруга? Да, мы построили дом здесь в 95-м году, и вот, как говорится, живем всей семьей. Дети школу здесь закончили, сначала начальную, потом каменские лице закончили, как говорится. И вот... Ну, дочь Ольга, да? Дочка Ольга. Взять Валерий. У нас внук Никита и внучка Лизавета. Ну, это часть вашей семьи, большая, так понимаю. Да, дядь, еще у нас сын. Которая здесь проживает и которая вам во всем, надеюсь, помогает, да? Ну, живут они в городе и приезжают, можно сказать... На каникулы летом приезжают сюда. Летом внуки приезжают на каникулы, а работаем мы все вместе. Вот вы содержите скот, это продукция ваша, да? У вас очень большой огород, салатный рай, я называю, не знаю, теплицы. Вы как справляетесь? Может, нанимаете кого-то, не знаю, или все-таки своими силами? Да, в основном-то своими силами, но когда приходится трудно, мы нанимаем людей тоже. Приходится. Вот особенно у нас и на коз, когда начинается. Ну, вот ваш зять, он с передовыми технологиями зашел на участок, да? Капельный систем полива, там еще что-то, пленка, это облегчило работу? Да, облегчило, намного. Намного? На половину? На половину, поливать не надо, как говорится. Честно скажите, вы довольны его работой? Да, довольны. Хороший зять, да? Думаете? И сорняков стало меньше. И поливать стало реже, да? И поливать стало легче. Традиционный вопрос, наверное, уж, Валерий, скажи, а вот ты же на этом не остановишься? Что ты дальше хочешь? Можешь, со спутниками будешь потом выращивать? Ну, как бы, все равно, я говорю, исходя из той эксплуатации, которая происходит здесь, на селе, я считаю, что надо сделать все равно проще и надежней. Ну, спутнику, конечно, вряд ли, но хотелось бы все-таки сезон продлить полезных овощей и, возможно, здесь построить теплицу какой-нибудь там квадратов на 800, там, или на 2000. Ну, и с поздня, с капельной системой, с подсветкой, да, совсем? Нет, подсветку это невыгодно, потому что у нас был испытательный полигон, мы все это делали, уже все это прошли, как бы, ну, это невыгодно в нашем регионе, цена за электричество, там, и прочее, и прочее, это суммарно все. Так, ну, а дети-то помогают? Ну, да. Допрос к старшему. Тебе нравится здесь, на этом участке? Ты что делаешь? Я помогаю урвать траву, также поливать. Поливать? Да. А собирать урожай любишь? Да. Особенно что любишь собирать? Это огурцы и перцы. Ты можешь своим одноклассникам, ты в какой школе учишься? Всего. Пожелать, чтобы они приехали сюда и тебе тоже помогали в определенный момент. И учителю, да, своему? Ну, что, замечательная семья, опыт очень интересный, хотелось бы, чтобы на этом не останавливались. Вам зять помогает, вы зятью помогаете, вот дочери, дети, внуки, все как-то комплексно. Хотелось еще раз сюда приехать и уже увидеть другие достижения. Поэтому, ну, хочу пожелать вам с телезрителями вместе такой эффективной, красивой работы. И не только, чтобы вы работали, но еще и успевали отдыхать. Вот на это, потому что без отдыха, ну, и как-то работа тоже не ладится. Так что, удачи вам во всех и свершения всех ваших надежд, которые, всех ваших желаний, которые они у вас есть. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Участвуйте в чемпионате Садем Чудо-урожай с 1 июня по 1 октября.